Первым музеем в Хоффбурге, которыми посетили, было Трежери. Вена, как известно, город имперский, и поэтому все здесь имперское, и даже Трежери имперское. Вот эти принадлежности высшей власти были изготовлены в начале 17 века в Праге. В изготовлении участвовал и Янгер Мейер. Продолжение следует... Потрясающая работа! Потрясающая работа! А это всяческие церемониальные мантии, королевская мантия, коронационная мантия. Потрясающая работа! В каком прекрасном состоянии это все! Вот такой набор ключей здесь демонстрируется. Нелегкая работа была у ключницы этого Трежери. А это колыбелька короля Рима, сына Наполеона и Жозефины, который родился в 1811 году. А это 16 век, Испания. Мебель здесь совершенно потрясающая красоты. А это янтарный алтарь. Один из самых почитаемых здесь экспонатов. Он был сделан в Германии в середине 17 века. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Четвертый век, между прочим. И как она сохранилась такая огромная? Это опаловый набор Венгрия 19 век. Какая работа? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А эти изделия были изготовлены для великой герцогини Софии, а также для императрицы Сиси. И хотя, судя по всему, свекровь и невестка не очень ладили, их украшения теперь находятся в одной витрине. Это конец 19 века. Еще один знаменитый экспонат. Изумрудный сосуд 2680 карат. Изготовлен в Праге в 1641 году. Субтитры создавал DimaTorzok Потом с Баторием разругался и стал искать защиту у габсбургов. Когда габсбруги попытались воспользоваться ситуацией и присоединить Венгрию, стал бороться и с ними и даже привел в Австрию турок. Было это в начале 17 века. Вот тогда-то турецкий султан и прислал ему в награду вот эту корону со множеством драгоценных камней, сделанную в Персии. Этот букет сделан во Флоренции в конце 17 века. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а всяких дароносиц, шкатулок для хранения мощей и прочего, ну просто не перечесть. 14 век, 15 век, 17 век. Вот это, правда, Джамбалония. Это конец 16 века. Флоренция. Еще один именитый экспонат. Это копия колонны Святой Девы, которая стояла на Омхов в центре города. Середина 17 века. 3700 драгоценных камней ее украшают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот это реликварий Прага начала 17 века. Субтитры создавал DimaTorzok Этот реликварий конца 17 века. Сделан в Милане. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мне всегда очень нравится резьба по кости. Вот это начало 17 века. Гейдельберг. Сейчас мы их поближе рассмотрим. Страсти Христовые Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это в основном 18 век. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эти изделия конца 17 века. Субтитры создавал DimaTorzok А это мессинский фарфор середина 18 века. Субтитры создавал DimaTorzok Это Саксония Самое начало 18 века. Это дурахранительница Самое начало 18 века. Сделано здесь, в Вене. Эти ювелирные украшения тоже венские. Это 19 век. В центре реликварии 19 века из Рима. А это сделано в Аугсбурге 16-17 века. Этот хрустальный кубок из Бургундии. 15 век. А это гиацинт Лабелла. Конец 17 века. Вена. Конец 17 века. Конец 17 века. Продолжение следует... А эта сцена изображает встречу Папы Льва с Атилой. Знаменитый исторический факт, когда Папа уговорил Атилу не брать лежащий прямо перед ним беззащитный Рим. Атилу ушел от Рима и вскоре умер, по общепринятой версии, от запоя. А вот эта корона, по-видимому, сделана для Атона I в X веке. Таким образом, ей больше тысячи лет. 16 комнат здесь в Трежери. Мы их обошли. Идем в следующий музей. Субтитры подогнал «Симон»